приветствую всех на моем канале меня зовут Валентина и сегодня я хочу показать вам видео на тему lookbook это 5 образов от меня и 5 образов от моей мамы образ номер один я демонстрирую его со своей шляпой пешкой далее здесь дубленка натуральная замша она из секонд-хенда это винтажная вещь но я смотрю сейчас в последних коллекциях масс-маркет брендов часто подобные встречаются только конечно же не из натурального материала из полиэстера не такие теплые как это и за счет того что она с мехом не безумно жарко у нас по крайней мере с нашим климатом я ее не стала носить с свитерами гольфами либо джемперами а решила с рубашкой подобрала ее в тон такую кофейную только взяла она сочетается с шарфом его можно носить сверху можно под низ накидывать можно вообще без него кто как любит допустим моя мама шарфы не очень уважает и далее здесь у меня мои брюки от h&m из кожзама на очень высокой посадке очень удобные практически как спортивные штаны и неощутимы хотела сразу извините если вы слышите посторонние звуки это мои коты у меня их сейчас 9 когда мы переехали в германию у нас было 12 котов остальные не выжили вот ладно не буду сейчас об этом это и других роликах либо кому интересно может никто не удивит расскажу эту историю сейчас мы снимаем видео про локбук и я не буду вдаваться в подобности в остальные и так здесь у меня бежевые брюки я их делала с ливнем они тоже куплены в секонд-хенде он кожаный и у него интересная деталь как металлизированная прокраска дальше здесь обуты мои ботинки кто смотрит мои ролики давно видели их уже на миллион раз и мочи очень много лет на секонд-хенде и мне их передали из Мариуполя город в котором я раньше жила потому что у меня не было готово дать себе какую-то подходящую обувь следующий образ демонстрирует моя мама здесь на ней одета шелковая жилетка бежевого цвета стеганая далее здесь сапоги казаки черного цвета а потом чтобы как-то проэкспериментировать с шелком да шелковая жилетка мы решили добавить шелковый платок но совершенно контрастной расцветки здесь бортовый синий зеленый далее под низом одета шерстяная рубашка бежевого цвета используются в этом образе различные аксессуары кольца чтобы придать луку завершенности одним из аксессуаров также является сумка седло и она черного цвета и в расцветку мелкие человечки клоуны и вот если присматриваться тональность этих человечков совпадая с тональностью оттенков шарфа как завалировано я это сказала здесь также одеты брюки черного цвета которые не привлекают в свое внимание выступают как база на которой играются образ номер два и сразу хочу сказать что я его отсняла и только потом забыла что забыла показать главный аксессуар возможно потом в инстаграме в своем аваде валентинка кто еще не подписан обязательно подписывайтесь я покажу как я вижу этот образ целом и так здесь у меня монтажная кожаная куртка такая а-образная крупная она вроде бы как и косуха но в то же время косуха косухи рози у меня есть одна такая более питальная силуэтная а это объемная с такими красивыми акцентными плечами далее здесь используется черный гольф и конечно же просто невозможно не обратить внимание на эту шикарную винтажную юбку синего цвета поворачительной расцветки классная длина она прессированная она теплая внизу у нее есть подкладка юбка не электризуется не как-то не цепляется за ноги также здесь обуты мои сапоги это казаки от биржка на бирке было указано что они кожаные я их подозреваю что кожаные у них только основание вот сами трубы это кожаном и сумкой здесь является находкой уже купленной здесь германии уже почти все вещи которые показывают здесь германии сумка потрясающе винтажная одна в своем роде кожаная она такого черного цвета переходящий в синий оттенок с невообразимой формы очень сильная на длинные ручки можно носить на одном плече можно как разводе а можно спрятать в мешок внутрь и тогда это будет такой клачевее так вот в этом образе с юбкой просто не хватало шерстяной вязаной шарли синего королевского цвета я просто забыла ее дома исполнила уже когда мы отсняли этот образ когда я уже вернула образ который показывает моя мама один из самых любимых здесь на ней черный гольф черный шерстяной жакет леггинсы и сверху она надела вот эти вот просто удивительные кюлоты брюки юбка шерстяные полисерованные и понятно что это кюлоты можно только когда делаешь шар очень классно выглядят они смотрятся дальше здесь классные туфли это кожаные мне чем-то они отдаленно напоминают марджела таба табики но это какой-то секонд-фенд находка не самый известный бренд по моему там даже стерты не видно кто производитель то что это кожа то что они оригинальные и у них интересные завязки это конечно неоспоримый факт и здесь моя мама добавила такие аксессуары как очки с синей подсветкой синими душками далее интересная кожаная сумка со змеиным принтом и голодая цепочка это такой вот аксессуар который мама очень часто одевает и смотрится лонгушка мой третий образ здесь опять-таки те же сапоги казаки от биржи которые я показывала ранее далее здесь одеты колготки кальцедония они у нас были наверное на каждом табло рекламным представлены по всем вывескам но я когда их купила 15 чем-то евро заплатила и могу сказать что теперь довольна и потому что с этими сапогами я только раз их одела и они стерлись вот именно там где этот рисунок долгого не поносил далее здесь у меня джинсовая юбка это брендер даза сто шерстяной жакет это моделяйный у него очень интересные акцентные плечи он невероятно теплый под низом у меня одет кашемировый пола свитерок и сумка здесь виктория сиклетт бархатная стеглянный такой черный бархат ужасного качества сразу признаю потому что когда эта сумка трется об ткань она какие-то превращает белые карточки которые вот по всей внутренней поверхности присутствуют и потом только раз ее видишь приходится потом оттирать вот это вот как-то удалять этот дефект образ номер три который показывает моя мама здесь винтажный кардиган черного цвета с фуксийными элементами потрясающе красивыми пуговицами далее здесь подыграть к кардигану мы взяли бусы купленные секонд-хенди из такого же фуксийного бисера сверху чтобы не замерзнуть накинули кожаную куртку винтажную очень интересного кроя и лекала потом здесь используется винтажная юбка длиной макси черного цвета с пуговицами и разрезами по бокам на ногах обуты ботинки от тимберленд тоже купленные секонд-хенди за 10 или 12 евро и мама купила только потому что сходила в Зеландо посмотрела цены на обуви за ботинки от тимберленд что стоят они от 100 евро и решила что вот эти вот просто идеально ей подходят только докупили к ним шнурочки чтобы они были были новенькие были красиво смотрелись также здесь используется билет шерстяной примарки я говорила мне в одном видео то что очень поразилось качеством этого бренда вот головные уборы практически все были представлены шерстяные у нас в магазинах и хорошего качества шерсть и как у меня получился с одной стороны такой расслабленный образ а с другой стороны в нем есть что-то такое с богенным шиком мой черный образ и я его придумала когда укладывала ребенка спать я просто еле дождалась утра чтобы воплотить его в действительность здесь моя белая футболка от примарк с таким вот принтом виде кота который написано так я выгляжу после парижа я очень мечтаю попасть в париж во франции я уже была в стразбурге я в таком воодушевлении вернулась это просто небо и земля как там красиво одеваются местные жители есть такая французская гламурность не знаю мне конечно многие пишут о том что в европе все одеваются абы как нет такого не скажешь да встречаются люди которым наплевать допустим на свой внешний вид это их выбор если кто-то заморачиваются есть какие-то гламурные представители в общем здесь контингент разношерстный германии во франции я приехала я была поражена как продумываются луки какие есть фэшн идеи просто ты идешь по городу ты хочешь снимать людей чтобы потом оставить у себя где-то в памяти эти вот шикарный образ так вот вернемся к моему боку дальше футболка потом я делаю капор из примарка мои белые очки H&M белые брюки они куплены в Золандо но в Золандо есть такой отдел с секонд-хенд одежды брюки стоили 5,99 мы с ней взяли с моей мамой их на двоих потому что белые брюки красить каждый день мы не сможем это для образов и вот как раз в этот образ они вписались на ногах обуты мои уги из примарка кстати по качеству и по стойкости они не превзойдены и стоили всего лишь 7 евро и моя леопардовая шуба мне кажется получилось очень ярко броской необычно в инстаграме я этот образ свой показывала и он набрал массу лайков масса реакции чему я очень и очень признательна четвертая область моей мамы здесь используется кардиган винтажный я показывала в моих покупках из секонд-хендер мартхаус просто потрясающе над ним так поработали так круто его создали объемная вышивка разные цветы изумительные под низ мама делала в тон одному из цветков реглан обычный базовый это просто как футболка за его рукавом лонгслив да я часто говорю что я называю лонгслив или гладно путаю далее опять-таки брюки которые я говорила вам ранее и вот наглядно видно то что и моя мама их тоже носит как бы и ей хорошо в них и мне в ней тоже сверху моя мама накинула в кофту пальто укороченное пальто правильно сказать от вокнар она тоже купила его в секонд-хенде за 5 или по 6 евро и на ногах обуты коричневые ботиночки тоже из секонд-хенда я подобные модели не очень люблю не мой стиль мэмова их обожаю читаю чтобы такая вот неубиенная обувь которая можно в любую погоду и в поход и куда-то там даже вот как в этом образе на какую-то прогулку даже на какое-то мероприятие можно так пойти и мой заключительный пятый образ здесь у меня кожаная куртка но не та что я показывала в предыдущих образах а другая такая более утонченная не такая объемная юбка винтажная крессированная потрясающая как по мне изумительная расцветка материал полиэстер я прощаю этой юбке все за ее раскраску такую вторую найти очень будет сложно далее здесь используется гольф зеленого травянистого цвета и на ногах обуты мои ботфорты черные кожзам и срезер с массивной пряжкой также я здесь волосы убрала обручи и одела такие яркие клипсы я купила на бархолке на винтажном рынке я нашла свое призвание здесь как только мы попадаем на бархолку постараемся делать участие я первым делом бегу на украшения и все сметаны которые по доступной цене потому что недавно мне встретилась брошка за 120 евро такую я себе позволить конечно не могу очень полюбился мне этот образ в нем все мое видение лука само видение фэшн потому что здесь и старинные какие-то находки винтажка и современное что-то и не однообразные однотонные образы а с акцентными деталями это образ моей мамы здесь она одела серый свитер с классным составом в нем есть и шерсть и шелк и он такой теплый в нем невероятно жарко далее здесь используется шапка мини серого цвета это h&m и материал это 100 процентный кашемир она очень для ногтела и мы тоже в h&m вот когда я хожу в оффлайн магазины мне редко встречаются подобные составы чаще всего это какие-то полиэстеры но в секонд тренде попадаются с классным классные составы далее здесь жилет от h&m тоже используется моего летом на распродаже купили такой черный массивный длинный можно классно для второго слоя использовать на ногах обуты казаки и юбка это серого цвета из петон фенда марка хаос за 2 евро с интересными такими фрагментами асимметричная завязками и у мамы у меня уже у каждой по подобной имеется носим с огромным удовольствием знаете такие находки очень-очень актуальны и еще хотя бы вынося наперед может показать маму образ так она ехала у меня на девич курс здесь она использует винтажный кожаный джейдж манишку называю секонд-хендинг манишка такая как плюшевая с капюшоном и под низом одела костюм красный твидовый все это посещалось ботиночками тимберленд такие вот были пять от меня и даже шесть образов от моей мамы это один из моих любимых роликов на ютубе тем для роликов в лукбуке я просто обожаю продумываю прописываю все потом комбинирую сопоставляю делюсь с вами большое спасибо что время со мной подписывайтесь на канал у меня в моем супер чудо блокнотике подписано нереальное количество идей для роликов которые я планирую снимать ближайшее время конечно держу пальчики чтобы мой сыночек дал мне возможности вести съемки потому что он у меня постель на руках и возможно буду снимать с ним как-то видео шучу конечно я думаю что еще рано ребенку найду идей очень много осталось дело за мало это найти время чтобы снимать все и съемка же делается не только разговорная часть еще примерка подготовка монтаж все-все-все сколько роликов уходит просто в папочку корзина потому что мне не понравилась какая-то деталь какой-то фрагмент который я сняла буду благодарна за лайки потому что сильно старание ходит очень много то что встать в такой вот короткий ролик это короткое видео благодарна буду за подписки и конечно же комментарии пишите какой лук вам понравилось какой нет будет приятно почитать и полезно я думаю тоже спасибо что были со мной хорошего расстояния всем благ добра